Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Татьяна Трофимова. Предновогодние задачи. Члены правительства Чуваши обсудили актуальные темы на еженедельном совещании. К биатлонному центру быть. Вопрос о строительстве лыжи роллерной трассы в Чебоксарах решен в пользу спортсменов. Праздник творчества. В Чебоксарах прошел дизайн-фест. Сегодня в Доме правительства подвели итоги исполнения бюджета и социально-экономического развития республики. Оправдались многие прогнозы. В целом показатели улучшаются. Подробности у Дмитрия Ковалева. Республиканский бюджет исполнен полностью. Главный итог – рост доходов в казне. Безвозмездные поступления у нас выросли на 22 декабря. Из федерального бюджета более чем 114%. Собственные доходы выросли на 4,6%. Продолжает наращивать объемы и производственный сектор. Неплохие показатели демонстрирует и промышленность, и сельское хозяйство. В минусе строительная сфера. Индекс промышленного производства в январе-ноябре составил 104%. Индекс производства продукции сельского хозяйства – 100,4%. Общий оборот розничной торговли – 102,7%. Касаясь доходов населения, на самом деле в этом году динамика хорошая, я скажу, в сравнении с другими регионами, рост составляет 7% в процентном отношении. В строительной отрасли мы признавали, что есть сложности с учетом стяжения спроса на приобретение жилья. Растет внешнеторговый оборот республики. Большинство предприятий заканчивают год с плюсом и формируют пакет заказов на перспективу. Один из успешных – химический комплекс. Если по итогам 11 месяцев отгружено порядка 30%, 30 миллиардов рублей, то по итогам прошлого года за аналогичный период было отгружено 25 миллиардов рублей. То есть на 5 миллиардов в текущем году больше. Это и август, и перкарбонат, и химпром, и дюпон химпром показывают динамику. Предприятия и республики продолжают реализовывать инвестиционные проекты. На следующий год запланировано открытие завода по выпуску электрокомпонентов для метрополитена, центра плазменной резки и тепличного комплекса. Это сотни новых рабочих мест. За 11 месяцев у нас завершена уже реализация проектов. Это Хевилл, Букет Чуваши, Бирс Арматура, Акон, Чуваш Турк Техника завершили реализацию проектов. Это с вводом новых рабочих мест, увеличение по объему производства, новой продукции. На 2018 год уже контрактация тоже предприятию прошла. Более 7 миллиардов рублей – это больше, чем показатели текущего года. Неплохие перспективы открываются и перед концерном тракторные заводы. Чебоксарские предприятия вошли в состав корпорации «Ростех». Долги по заработной плате перед работниками полностью погашены. Сейчас ведется поиск новых заказов. Гособронзаказ, заказы там огромные, на сотни-сотни миллиардов рублей. Это все будет происходить в первом полугодии, реально, значит. Пока все эти долги, которые есть по графику, будут, соответственно, оплачивать. Просроченная заложенность, она как-то, или через финансовое выздоровление, один из вариантов. Управляемое, так скажем, финансовое выздоровление процедура пойдет. Те люди, те специалисты, которые захотят по разным причинам уволиться, реально, после увольнения, когда встают на службу занятости, мы их будем переобучать, переквалифицировать. Еще одну позитивную новость озвучил председатель Кабмина. Фонд развития Моногородов возобновит финансирование инфраструктурных проектов Канаша. Это решение было принято на недавнем заседании Наблюдательного совета, в котором принимал участие и Иван Моторин. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Делегация Чувашия вернулась с 17-го съезда партии «Единая Россия». Кроме принятия кадровых решений по обновлению внутренней структуры партии, «Единороссы» наметили пути развития, а также ход проведения избирательной кампании по выборам президента страны. О ходе съезда в материале Родиона Архипова и Игоря Зверева. На семи дискуссионных площадках съезда обсуждались актуальные вопросы развития страны. Среди них сохранение и повышение уровня благосостояния граждан и увеличение продолжительности жизни, решение вопросов здравоохранения и улучшение демографической ситуации. Одним из решений съезда стало поддержать выдвижение президента России Владимира Путина кандидатом на должность президента страны на выборах, назначенных на 18 марта 2018 года. В работе съезда приняли участие делегаты от Чувашия, глава Республики Михаил Игнатьев, депутаты Государственной Думы Леонид Черкесов, Николай Малов и другие. Мы были свидетелем тех инициатив, которые были озвучены нашим президентом Владимиром Владимировичем. И я уверен, что те меры, которые начнут действовать со следующего года, они, безусловно, должны подстегнуть в демографическом плане все население нашей большой страны. Ну а то, что касается проблем здравоохранения, наверное, они не новые. Они у нас действительно, скажем так, обсуждаются уже не первый год, но определенные подвижки, если можно так выразиться, на мой взгляд, безусловно, есть. Мы здесь заявляем о поддержке нашего кандидата Владимира Путина, и мы его поддерживаем, мы входим в инициативную группу по выдвижению нашего кандидата Владимира Владимировича Путина. Без него многое бы не получилось, и большие результаты, которые у нас есть сегодня, по любому из партийных проектов, по любому законопроекту, в том числе в Думе, это благодаря его усилиям. Эта поддержка носит отнюдь не только декларативный характер. Владимир Путин намерен выдвигаться в качестве самовыдвиженца, значит, ему необходимо собрать и предоставить в Центр избирком не менее 300 тысяч подписей в свою поддержку. «Единая Россия» пообещала помочь в сборе. Это весьма серьезное подспорье. Партия обладает самой разветвленной сетью региональных и местных отделений, а также проверенным и закаленным кадровым резервом. Нет сомнений, что работа по сбору подписей за морального лидера партии будет организована на высшем уровне. Главное – это мобилизация членов партии, информирование жителей Чувашии и России об итогах работы. От этого напрямую зависят результаты выборов в марте 2018 года, считают делегаты от Чувашии. Наша задача сейчас приехать на места, посмотреть, прежде всего, с точки зрения проведенного партии, что нам на оригинальном уровне, прежде всего, надо делать. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика. Вопрос о строительстве лыжероллерной трассы и стрельбище биатлонного центра в Чебоксарах решен в пользу спортсменов. Напомним, осенью работы были приостановлены, так как объекты частично относились к территории Гослесфонда. В конце прошлой недели премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ о переводе земель. Строительство Центра олимпийской подготовки по биатлону началось в конце 2014 года. На данный момент введено в эксплуатацию административно-бытовое здание, где размещены комфортабельные раздевалки, гостиничные номера на 48 мест, комментаторские кабины, трибуны для зрителей. Закуплено все необходимое спортивно-технологическое оборудование, включая стрелковые электронные установки. Приобретен ратрак, который уже используется в укладке трассы. Перевод упомянутого участка лесного фонда в категорию земель рекреационного назначения особо охраняемых территорий объектов позволит продолжить строительство лыжероллерной трассы. Эту работу предполагается выполнить во втором-третьем кварталах 2018 года. На завершение строительства биатлонного центра в бюджете Чувашской республики на 2018 год заложено 100 миллионов рублей. Закупочные цены на сырое молоко в республике продолжают снижаться. Люди в деревнях обеспокоены этой ситуацией. В Доме правительства прошло совещание по урегулированию этого вопроса. Там собрались главы администрации муниципальных районов, руководители крупных молокоперерабатывающих предприятий и молокосборщики. Снижение цен на сырое молоко отмечено не только в Чувашии, но и в регионах ПФО, да и в России в целом. Жители районов республики сейчас дают 1 литр молока в среднем за 19 рублей, а то и меньше. Эта цена ниже прошлогодней почти на 14%. Только за последнюю неделю закупочная цена сырого молока снизилась в среднем по Чувашии на 60 копеек. Больше всех это коснулось Красноармейского, Аликовского, Ибресинского, Красночитайского, Маргаушского, Комсомольского, Шимуршинского районов. Ситуацию по сбору молока необходимо жестко контролировать. Средняя цена должна быть относительно одинаковой по всей республике, подчеркнул руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев. Цены на сырое молоко от сельхозорганизаций в Чувашии тоже снижаются. Республика занимает 8 место среди регионов ПФО. Снижение закупочных цен на сырое молоко связано с тем, что в России выросли поставки сухого молока и сливочного масла из-за границы по сниженным ценам. К тому же в 2017 году эти продукты не были закуплены в государственный резерв страны. Подводя итоги, министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов поручил усилить контроль качества собираемого молока и производимого сельхозпредприятиями. Также было поручено наладить взаимодействие глав поселений с администрациями районов, отраслевым министерствам и контрольно-надзорными органами. К праздникам готовы. О том, что ждет горожан в новогодние дни, рассказали на еженедельном совещании в столичной администрации. Зимнее счастье в Чебоксарах – тематика грядущих каникул. В однокомплексе Амазонии появилась сафари на снегоходах. В Локреевском лесу гостей ждут герои мультфильма «Холодное сердце». В парке Николаева пройдут мастер-классы по фигурному катанию для детей. Во всех парках работают катки с пунктами проката. Самые главные мероприятия пройдутся на Красной площади. Здесь 30 декабря распахнет свои двери резиденция Деда Мороза. Ежедневно на Красной площади с 30 декабря будут работать артисты, новогодние персонажи, создавать праздничное настроение, проходить детские мероприятия, представления и молодежные вечера. Главный городской каток в этом году дополнила Большая горка, Чебоксарская крепость. Для совсем маленьких любителей фигурного катания с учетом безопасности оборудован отдельный каток. Любители спорта не остались в стороне. В городе подготовлены лыжные трассы. Они есть в Локреевском лесу, роще Гузовского, на Московской набережной. Самые длинные лыжни, которые на сегодня будут в городе, будут находиться в Заволжье. Это 1, 2, 3, 5 и 10 километров. Мы подготовили трассу, которая соединяет Сосновку с Левобережным пляжем. Предоставление лыжных трасс для самостоятельных занятий лыжными гонками и лыжных прогулок будет осуществляться ежедневно с 10 до 16 часов 30 минут. Начиная с этих выходных и во время всех новогодних праздников жители и гостей столицы Чуваши ждет множество развлечений. На самом милом уже прокатилась Юлия Важенина. Сила, скорость и дикий восторг – все это поездка на санях. А когда их везут самые энергичные и добродушные собаки, радость только усиливается. Хаски – самая выносливая порода. Упряжка с шестью собаками за день может пробежать около 100 километров. Это примерно как отсюда и до Ешкралы. Но сегодня так далеко мы не поедем, а лишь прокатимся по Московской набережной. Кстати, покататься может любой желающий. Жаки – самое главное среди мохнатых в этой упряжке. Именно она рулит всей командой. Но все же лидер здесь – каюр. Чтобы стать каюром, это как минимум 3-4 года нужно иметь опыта, управление и понимание, что хотят собаки, куда они хотят бежать. Однозначно лидер в упряжке, когда мы в упряжке находимся – это я. Но управляет упряжкой девочка у меня. Девочки умнее. В частности, воспитал такую классную девочку. Она рулит упряжкой. Все команды понимают, знают. Обратно, право, лево, тише и так дальше. Алексей Самсонов в шесть лет занимается собаками. И сейчас уже не представляет, что бы без них делал. Мы завели двух собачек, потом сразу еще двух. И пошло, пошло. И после того, как я съездил первый раз в своей жизни на гонку в Нижний Новгород, я заразился и сказал, что буду в следующем году обязательно участвовать в соревнованиях. Но так и случилось. В новогодние праздники эти пушистые чемпионы различных гонок и выставок России покатают всех желающих. Конечно, по мнению Каюра, Московская набережная узковата для такой упряжки. Поэтому, возможно, для прогулок выберут другое место. Так что следите за новостями. Кстати, прохожих собаки не боятся. Эти хаски к коллективу привыкли. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Общественная палата Чуварской Республики подвела итоги первого конкурса среди журналистов на лучшее освещение проблем формирования и развития гражданского общества. Работы наших коллег оценивались по нескольким номинациям. Гражданская инициатива – «Измени жизнь к лучшему». Общественник – это призвание благотворителя. Среди нас много неравнодушных инициативных людей. Кто-то создает питомник кедров, кто-то занимается благотворительностью, кто-то дарит подарки в музее. Это бескорыстная деятельность. Люди работают не по профессиональной обязанности, а за идею. И они нуждаются в поддержке, публичной оценке. Конечно, в таких условиях важны отношения журналистов. В каждой номинации определялись лучшие – печатная публикация, телевизионная и радиоработа и интернет-публикация. Всего на конкурс поступило около 30 заявок. В номинации «Гражданская инициатива» победил репортаж Галины Титарчук, шеф-редактора национального телевидения. О посадке чубоксарцам Валерием Петровым кедровой рощи. В номинации «Измени жизнь к лучшему» за цикл передач «По существу» первое место заняла Татьяна Молокова. Лучшей работой радиожурналиста был признан цикл передачи о благотворительном фонде «Это чудо», который создала редактор Таван Радио Анжелика Иванова. Теперь главное, чтобы эти инициативы продолжались, а у благих начинаний были последователи. Талантливые дизайнеры и мастера хендмейт из Чубоксар, Казани и Ешкаралы собрались на новогодний дизайн-фест, который состоялся 23 декабря в одном из торговых центров города. По мнению организаторов, этот фестиваль превзошел все ожидания. Игрушки ручной работы, вязаные изделия, елочные украшения, расписные пряники, полезные сладости, новогодние венки и оригинальная керамика радовали гостей праздника своим разнообразием. Каждый мог найти себе подарок по вкусу или запастись оригинальными сувенирами для друзей. Праздничное настроение поддерживалось конкурсами и играми, показами мод и зажигательными танцами на сцене. А для тех, кто любит делать что-то своими руками, проводились мастер-классы, где можно было и конфеты себе слепить, и куклу оберег смастерить. Лучшей оценкой для организаторов и участников фестиваля стали улыбки и восхищенные взгляды гостей праздника. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра.